Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Фиксация заработала в городе с октября прошлого года. Однако из-за того, что в Кирове были проблемы с разметкой, а на многих перекрестках не было стоп-линий, у контролеров возникли сложности с фиксацией нарушений. В мэрии тогда пообещали, что в полную силу камеры заработают с начала 2013 года. Программа Экономика. Санчурский, Лузский, Богородский и Немский районы Кировской области лидируют по темпам роста безработицы. Об этом заявил накануне зампред регионального правительства Георгий Мачехин. На пресс-конференции, посвященной теме рынка труда и деятельности областной службы занятости, в первом квартале этого года Мачехин отметил, что в Кировской области возросло количество вакансий с зарплатой выше среднего уровня. По его словам, с начала года в областную службу занятости населения заявлено около 30 тысяч вакансий. Значительную долю, 74%, составили вакансии по рабочим профессиям. При этом с начала года в областную службу занятости населения обратилось 29,5 тысяч человек, в том числе свыше 8 тысяч человек за содействием в поиске работы. По уровню регистрируемой безработицы Кировская область по-прежнему занимает 13-е предпоследнее место среди регионов Приволжского федерального округа. Экономика. На 101 АФ. Предприятия Кировской области, между тем, заплатят штрафы за трудовых мигрантов. О 9 иностранных гражданах, незаконно трудившихся в нашем регионе, сообщает пресс-служба Кировской прокуратуры. В частности, 4 гражданина Азербайджана и Узбекистана трудились, не имея разрешения на работу на территории бывшего производственного комплекса «Гражданстрой» в Коминтерне. Факт незаконной трудовой деятельности установлен также в поселке Левинцы Оричевского района. Провинившихся работодателей привлекли к административной ответственности. Как уточнили в прокуратуре, в настоящий момент подобные нарушения наказываются штрафом в размере до 800 тысяч рублей, либо административным приостановлением деятельности предприятия на срок до 90 суток. И напоследок о курсах валют на 18 апреля. По данным Центробанка, доллар подешевел и стоит сегодня 31 рубль 23 копейки. Евро немного подрос – 41 рубль 15 копеек. Анна Лапшина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.